Если делать второе издание, исправленное и дополненное этой монографией, то на обложке нужно разместить только фотографию одного человека, Владимира Плохотнюка, потому что олигархическая Молдова это сегодня синоним Владимир Плохотнюк. Специальный репортаж о государстве с захваченным олигархом Владимиром Плохотнюком вышел на канале Россия 24 еще в конце прошлой недели. Но молдавские телезрители его так и не посмотрели. Ретрансляция канала в Молдове запрещена все тем же Плохотнюком. Фильм набрал десятки тысяч репостов и сотни тысяч просмотров в социальных сетях, однако те, кто привык получать информацию с телеэкрана, его не увидели. Иначе обязательно, как и пользователи Facebook, спросили бы, почему среди комментаторов, согласившихся принимать участие в съемках, не было ни одного представителя пророссийской оппозиционной партии социалистов. Зато был Рината Усатый, Дмитрий Чубашенко и Валентин Чимпаеш. Автор фильма Ольга Курлаева рассказала БТВ в чем причина. Просто это единственные люди, которые согласились помочь, участвовали, подсказывали, помогали даже с контактами тех же коммунистов и социалистов. Они были не против того, чтобы мы общались с другими, мы не были привязаны ни к одной из партий, но люди не общались. Вот те ребята, которые приняли участие, я им еще раз говорю большое спасибо, они не испугались. То есть просто не испугались. Кто шел на контакт, с теми мы разговаривали. У меня не было оснований не доверять Чубашенко, например, который лично несколько раз избили. У меня не было оснований не доверять. У меня не было оснований не доверять Чимпаеш. Мне не важно, из какой он партии, совершенно не важно. Я больше скажу, что для российского зрителя это полный дебри, там, партия этого, партия этого или партия этого. Есть люди, есть герои, которые говорят о том или ином событии. Вот и все. Интересно, что по словам авторов фильма, собеседники, как правило, отказывались участвовать в съемках именно потому, что их ведет российский телеканал. Мы работали открыто. Я имею в виду, что с персонажами, которыми мы созванивались, мы сразу говорили, что мы работаем для России, для российского телевидения. А люди, поговорив по кумекам, там, видимо, с кем-то посоветовавшись, просто пропадали. Они не говорили ни да, ни нет, они просто пропадали. Они переставали отвечать на звонки, они, ну, вот как бы вот уходили, и все, от связи, и не хотели с нами общаться. Именно из-за того, что это российская пресса, что будут последствия, что вы уедете нам жить. И все это в таком вот, в таком прекрасном духе было. Потому что нас могут обвинить в госизмене, нас могут обвинить там в работе на спецслужбы страны. Ну, ну, такой чушь несли. Ольга Курлаева интеллигентно не называла конкретных отказников, ссылаясь на то, что плохо запоминает молдавские фамилии, но отметила, что созванивалась, в частности, и с депутатами-социалистами. Я нескольким позвонила, причем уже в самом конце, потому что не очень доверяла историям. Но я, честно говоря, не помню. Я помню, что кто-то отказался. Были какие-то антироссийские у меня настроенные граждане, они тоже отказались. Но, слава богу, они никому не слили наше присутствие. Я сейчас, ребят, честно, имена, фамилии не вспомню. Очень много было контактов. Плюс это иностранные имена и фамилии для меня тяжеловато. По словам автора, многие собеседники поначалу соглашались, но через несколько часов, вероятно, сделав пару звонков, вежливо сливались. Мы находились пять дней. Были примары другие, с которыми мне хотелось очень пообщаться. Они были открыты, они охотно шли на разговор, но через два часа, через три они передумывали, причем писали слезные смс, что поймите, у нас семья, у нас дети, у нас родители старые, нам страшно. Да, были такие люди. И сначала у меня это вызывало некое такое непонимание. Говорю, ребята, а почему? Ну, это ваше дело, вы будете жить в этой стране, все время так и будете бояться, да? Но потом мне становилось этих людей жалко. Пыталась Ольга Курлаева связаться и с Владимиром Плохотнюком. Тот заявил, что очень занят и встретиться на интервью не может. Я звонила лично Владу Плохотнюку. Ему тоже предлагалось участие. Да, я представилась журналистом из России, сказала, что мы хотим с ним пообщаться, записать интервью. На что был ответ. Я занят. Все, больше не поднимал трубку на мой инвестор. В фильме, вышедшем на телеканале «Россия-24», рассказывается о государстве в Восточной Европе, где систему повсеместного бесправия и контроля возглавляет олигарх на словах, продвигающие европейские ценности. Я когда уже была в Москве, я позвонила Ренату Усатому по телефону обычному. Вот, он такой, вы вообще откуда звоните, из Молдовы или из России? По открытой линии. Я говорю, в смысле, а чего вы боитесь? У меня же московский номер, да? Не-не-не, из Молдовы типа нельзя. Сразу просекут, будут прослушивать вот именно то, что открытая линия. Алитик Ренату Усатый расставляет шахматы в хаотичном порядке. Мол, тут игра не по правилам. В Молдавии есть кукловод Плохотнюка, который как раз расставляет эти шахматы. Но вы понимаете, чем отличаются шахматы Плохотнюка от нормальных шахматов, да? Потому что в шахматах можно прогнозировать, можно думать и можно считать, если ты умеешь играть в шахматы, да? В молдавском варианте это невозможно. Усатый утверждает, что дело против него сфабриковано. А организатором покушения на Горбунцова был Плохотнюк, подчинение которого целый эскадрон смерти, состоящий из бывших сотрудников правоохранительных органов. То есть в эту бригаду входили люди. Одни готовили фальшивые документы, вторые перевозили на территории Евросоюза оружие, третьи занимались нарушкой и установкой лиц, которых должны были впоследствии ликвидировать. Плохотнюка, у него есть там своя целая спецслужба частная, под видом охранного агентства. В молдавской прессе много писали, что они занимаются незаконной, в том числе какой-то сыскной деятельностью, слежкой за людьми. У них наверняка есть компромат на всех основных фигурантов молдавского политического бомонда, начиная с членов правительства, депутатов парламента, чиновников разного уровня, судей, полицейских, таможенников, работников прокуратуры, центров по борьбе с коррупцией. Дмитрий Чубашенко на прошлых выборах баллотировался в президенты. Он много знает о политических тайнах молдавского истеблишмента. Если почитать его официальную биографию, то там, конечно, можно расплакаться. Он такой человек, сельский парень, который сам себя сделал, начал там чуть ли не с продажи жвачек на местном сельском рынке, потом открыл видеосалон, показывал фильмы тогда, компьютеры возил, вот как все вот эти олигархи постсоветские. Но в прессе это не доказано. Говорят, что были в 90-е годы уголовные дела, но потом они были благополучно, как бы в кавычках, закрыты, потерянные многие документы, в которых Плохотнюка увязывали и с убийствами, и с сутенерством. Есть у меня знакомая, которая рассказала мне правду о прошлом господина Плохотнюка. Это правда была в 90-х годах. Тем, чем занимался и как начинал свой бизнес господин Плохотнюк. Это именно продажа женщин. Эти женщины сегодня боятся высказаться в телевидении, потому что вы знаете то, что происходит с нами, как с примарями. То вы представляете, люди, женщины, которые занимались этим делом, они никогда не выйдут и не выскажутся в эфире. Они просто боятся. Девушка рассказывала о том, что были люди, которые... которые просто забирали, увозили их как бы на работы за границу, и потом отбирали у них паспорта, и после чего... После чего эти женщины были в рабстве у этих людей. Приблизительно вот 20 таких мешков в день. И заполняются вот анаболиками и экспортируются контрабандным путем. По словам стадии, контрабанда анаболиков поставлена на поток. За смену в среднем уходило несколько десятков вот таких пакетов, заполненных ампулами с запрещенным препаратом. На общую сумму 100 тысяч долларов. В декларации писали, что это книги, податки и так далее. Но на самом деле там были анаболики, которые запрещены на экспорт. И именно что касается экспорта, это очень строго регламентировано. Маленькая, симпатичная виноградная страна, республика Молдова, уникальной в своем роде, потому что банки частные, вообще говоря, в мире довольно часто проваливались. А в постсоветском пространстве многие банки рушились. Ничего в этом страшного не было. В Молдове это происходило несколько по-другому. Известный в Молдове экономический обозреватель Виктор Чабану, автор нескольких расследований об относительно честных способах вывода из бюджета страны, сумма в 15% отвалывал продукта. Здесь вся схема, задуманная архитекторами этой кражи, заключалась в том, чтобы из Национального банка умыкнуть миллиардный резерв долларов. Что для этого понадобилось? Нужны были три банка. Видно экономист, который раз рисует на доске простую схему. Три частных банка с одним владельцем невозвратные взаимные кредиты, как следствие банкротства, санация за счет бюджетной казны и в финале решение правящей партии Влада Пухутника о помощи из Нацбанка. Итого, легко подсчитать, сумма составляет 52 миллиарда леев, что по курсу 2014 года приблизительно равняется 4 миллиардов долларов. Платить по счетам за выведенные деньги честные налогоплательщики будут еще четверть века, а правящее парламентское большинство республики сыграет, как всегда, на тарифах. Кстати, тариф на газ в последние годы снизился с цены 410 долларов за тысячу кубометров до 165. При этом фактура для рядового потребителя не изменилась. Мы платим ту же цену. И все вот эти откатные, распилочные и прочие схемы замыкаются в конечном итоге на единственного персонажа, который называется Влад Плохотнюк, великий, ужасный, да, так сказать, руководитель в селе Молдова. Редактор субтитров А.Семкин